Так, пока не забыл. Сразу же после распаковки на смартфон наклеена на его экран такая матовая пленка с логотипом. И вот здесь есть ярлычок. И судя по всему, да, угадал, это как бы две пленки. Это просто декоративная матовая, как бы с ярлыком, с логотипом. За него тихонько оттягивайте, и там остается уже основная пленка на экране. Она есть. Поэтому смело вот это можно убирать. Но только осторожно, не зацепите вторую пленку. Вот, убираем ее. Все. Очень хорошо, значит, пленка наклеена. И, несмотря на это, кстати, в комплекте тоже была положена запасная пленка. Вот. Это очень круто. Две пленки уже есть. Так, первое включение. Как обычно, в каретку вмещается только карта памяти и нано-сим-карта. Или две нано-сим-карты без карты памяти. Ну вот, я хочу попробовать карту памяти. Каретка входит очень, как бы вам сказать, сложно. Она там за что-то зацепляется, поэтому будьте предельно осторожны. Она должна без усилия заходить. Она там явно за что-то зацепляется. Поэтому пробуйте, тихонько шевеля, засовывать. Все, защелкнули. Так, логотип. Музычка. Опять логотип. Android starting. Все вроде включился. Все на английском. Так, еще кое-что важно. При первом запуске какого-либо приложения, ну или при его установке, автоматически вылезает очень классная штука. App AutoStart Progo регулирует автозапуск приложений при включении смартфона. Будут они сразу же висеть, как бы, в оперативной памяти и жрать ресурсы, в том числе и батарейки или не было. Это очень классная штука. Вот здесь, например, Google Keep я установил себе, да, записную книжку. Тут сразу же вот подсказка идет, что большинство, 59% пользователей динают это дело все. То есть отключает автозапуск данного приложения. Ну и я так сделаю. Не нужно что-то помнить или что. Просто вот вы первый раз запустили, тут же появилось это окошко. Все, отключили автозапуск. Она не будет жрать ресурсы и загружаться в память при включении телефона. И вот здесь подсказывают, где это настройки, безопасность. И там, в общем, app автостарт. Сам не зона, если не ошибаюсь. Настройки, безопасность. Да, вот она, app автостарт. Вот. И тут можно вам указывать WhatsApp, Telegram. Все это можно выключить. Граунд, чтобы они в фоне не висели. Всем привет. Буквально недавно мне пришел с Китая с Алиэкспресс смартфон Blackview P2. Упакован как обычно. Так, пленки. Здесь коробка. Здесь, значит, располагался сам смартфон. В комплекте зарядник быстрый, поддерживающий возможность быстрой зарядки. То есть, с повышенным напряжением наушники. И OTG кабель, если не ошибаюсь. Так, вот этот же кабель, а, видите, обычный USB 2.0. Обычная флешка. Так, Kingston. Вот появился значок USB 2.0. USB накопитель, обзор. О, вот зашел на флешку. Все видно. В заявлении. Вот, изображение. Все работает. Price. На кирпичи. Все видите. Все, что есть на флешке. Так вот, папки. Заходит. Прекрасно. Очень круто. Вообще классная штука. Жалко, у меня в комплекте с BV6000 не было. Вот это же кабель. Там вроде можно было, как опцию с доплатой. Но я не знал, что это так как прикольная штука. Так, ладно. Сейчас. Ну, все, извлекаем. Так. Сейчас попробуем переносной жесткий диск откнуть. У меня USB 3.0. Но это не влияет. Не будет на большую скорость работать в любом случае. Так. Ага, включился. Загорелся индикатор. Так. А что там? Форматировать как съемный. Ага. Видите? Большой жесткий диск предлагает только отформатировать как съемный накопитель. Потребуется отформатировать устройство USB накопитель Seagate. Притом будут удалены все данные. На-на-на-на-на-на-на. Все. Не годится нам это. Мы не будем этого делать. Просто выдернем. Все. Я понял. Вот этот же кабель обычный. А вот зарядное устройство, вернее, ну, USB кабель у этого смартфона не совсем обычный. Это я заметил в последний момент. Синего цвета. То есть он, судя по всему, USB 3.0. То есть он должен копировать с телефона на компьютер с большой скоростью 50, 60, 90, может даже мегабайт в секунду. Сейчас мы проверим. Внутренний накопитель появился. Внутренний накопитель появился. The Sim, features, камера. Так, вот здесь немного фотографий есть. И немного видео. Сейчас попробуем что-нибудь скопировать. Что у нас тут есть? Так, ну, вот 254 мегабайта. Ну-ка попробуем. Ой-ой-ой. Очень быстро. 254 мегабайта. Ну, то есть со скоростью примерно, как я говорил, около 90 мегабайт, 60, 90 мегабайт в секунду. Реально быстро. Вот он скопировал. Так. Теперь обратно. Отсюда вырезаем. И сюда, на рабочий стол вставляем. В такой же скорости обратно. Да, круто. Быстро. Действительно. USB 3.0 действительно работает. Если у вас ваш компьютер или ноутбук тоже есть, у него выходы USB 3.0. У меня вот все выходы вот с этой стороны синего цвета, они все тут USB 3.0. Для сравнения кабель от моего вот этого BV6000. Вот он белый USB кабель зарядный. А вот этот синий. УП2. Кстати, они отличаются, кстати, длиной. УП2 длиннее где-то на 20-30 см кабель. Есть еще одна особенность у этого смартфона. Вот уже тетя у меня, я ей подарок уже купил за несколько недель использования, заметила. Я в самом начале уже обратил на это внимание, но вот сейчас это все подтвердилось. Вот заходим в меню, батарея, да? Вот батарея, видите, больше всего жрет Wi-Fi. Первая строчка. Не экран даже, экран отстает заметно. Режим ожидания. Вот заходим, нажимаем графики. И что мы видим? Wi-Fi почти все время был включен. Хотя вот эта часть, вот эта часть, точно Wi-Fi был выключен. То есть, вот здесь он был выключен 100%. Но он продолжал жрать батарею. У него есть особенность. Вот этот обрывок, белая полоса в конце. Это я вот на работе у тети заметил, что у нее Wi-Fi, по-моему, жрет батарею. Хотя он выключен был, он реально был выключен. Перезагрузил телефон. И после этого вот Wi-Fi перестал жрать. Вот это появилось данного полоска. Она уже пришла домой с работы. И начал там смотреть YouTube. Вот. Такая особенность. То есть, это, надеюсь, поправят с обновлением прошивки. До тех пор, очень часто, вот после даже выключения Wi-Fi, он продолжает или искать сети, или что, но Wi-Fi продолжает жрать батарейку. А так, даже при том, что вот он так жрет батарейку, его хватает, как бы, при обычном вот таком использовании, постоянном просмотре видосов на трое суток. На трое суток, как минимум. Я когда вот его тестировал, мне хватило, ну, на два-две с половиной сутки, но я очень активно его гонял, я постоянно его, то есть, крутил, вертел, постоянно что-то там просматривал. Экраном вот так постоянно пользовался, изучал все разделы меню. Вот, что первое бросилось в глаза, это то, что выходы все не micro-USB и не mini-USB. Выходы, ну, какие-то свои, я никогда такие не видел вообще. Вот, сейчас попробую поднести, так, где. Вот, это не USB и не micro-USB. Это странно, конечно. То есть, каким попало зарядником, телефон уже не подзарядишь. Так, дальше что было? Черная коробка. Там, внутри, внутри там инструкция была, запасная пленка. Сам телефон был упакован вот в такую, как бы, штуковину. Здесь нарисовано расположение SIM-карт и карты памяти, и наклейка с IMEI. Силиконовый чехол со всеми отверстиями. Динамики, кстати, у смартфона снизу. Сам смартфон, корпус металлический, вот эта вся часть, вот эти торцы, судя по всему, пластиковые. Вот это металл, здесь пластик. Стекло, да, скругленное, и выходит, как бы, так, на края. Так, сам штекер входит очень плотно и с щелчком. Любой стороной, кстати, хоть так, хоть так, в отличие. От мини-USB или, там, микро-USB. Входит, вот, с щелчком. Очень туго и плотно. Имейте в виду. Вылазит еще плотнее. Переворачиваем. Вот так. Сим-карты и карта памяти вставляются в каретку сбоку. Для того, чтобы ее вытащить, нужна специальная скрепка. Скрепка, если что, спрятана в коробке вот здесь. А то я искал, не мог найти поначалу. Так, в каретку помещаются сим-карты только формата nano-sim. Самые маленькие. Насчет защитной пленки. Из-за того, что экран, как бы, скругленный по краям. Вот здесь, внизу, видите. И вообще, в некоторых местах она норовит, как бы, отойти. Поэтому будьте осторожны. У обычного смартфона, ну, как бы, с ровным экраном. Вот типа моего, да, BV6000. В пленке, ну, не за что зацепиться. Все ровно. А здесь, вот из-за этой скругленности, пленка может очень легко отойти. Естественно, когда вот он в чехле будет, вот эти кромки у силиконового чехла, они не позволят, по идее, зацепляться. Вот они выступают. Но имейте в виду, из-за внутренности, что еще заинтересовало. Вот есть такое приложение, AppLock. Очень прикольное, да? Видите, графический ключ, ну, или отпечаток пальцев. И вот здесь можно любое ваше приложение, как бы, заблокировать дополнительно. Ну, например, вот я Gmail заблокировал. Как это выглядит? Вот, смотрите, ну, давайте, вот, браузер. Так. Блокируем. Вот Gmail. Теперь он, нужно или отпечаток пальца приложить, или графический ключ. Тот же, который для разблокировки экрана ввести. И вот только после этого приложение будет доступно. Как, типа, дополнительной защиты, чтобы закрыть доступ там, например, галереи, еще к чему-то. Классная штука. Еще есть прикольное приложение. Тут нашел я Screen Recorder. Screen Recorder. Запускаете. И вот здесь появляется такое красное окошко. Куча настроек в данном приложении. Оно позволяет, как бы, вести захват видео с экрана смартфона. Тут, вон, задержка записи. Куда записывать. Качество видео, частота кадров, ориентация, видеоразрешение. Много настроек. Прикольно. Ну, типа, там, видеоурока делать, или еще что-то. Что-то, типа, ОБС для компьютера. Все, нажимаете, и начинается запись. Выход. Выход. Touch and Take Screenshot. Галочка. Включить. Можно это. После того, как вы это включите, стандартные три пальца позволяют делать скриншот экрана. Хоть меню, хоть где. Зайдем вот. Вот так. В разделе батарея появилась дополнительная строчка System Apps Optimization. Экспериментальная настройка. Я не знаю, что она дает. Ну, видимо, что-то для экономии батареи. Не иначе. Может, выгружает из оперативной памяти приложения, которыми в данный момент не пользуются. В настройках, также еще в меню, в разделе для разработчиков есть такой пункт меню интересный. Я его до этого не замечал. Root Device. Он почти в самом верху. Если его нажать, здесь на английском пишет, что для продолжения вам надо ввести код разблокировки. Пожалуйста, посетите официальный сайт компании Blackview для получения кода разблокировки. Это, видимо, чтобы получить root для телефона прямо отсюда, без всяких дополнительных танцев с бубном. Общий интерфейс вот смартфона сделан в таком вот типа стилизованном варианте. Все типа позолоченные ярлычки. В том числе даже дополнительные приложения, когда устанавливаете, они вот по краям у них такая рамка позолоченная. Типа лакшери. В настройках оформления нельзя сменить тему, во-первых. Но есть вот одна такая настройка. Разрешить автоповорот. И теперь смартфон позволяет вот так все вращать как ну как у айпада. Как и на всех шестых андроидах при разблокировании экрана вот здесь в углу вместо звонилки значок Google поиска голосового. Чтобы его убрать нужно сделать следующее. Значит, заходим в настройки приложения. Вот здесь шестеренку нажимаем. приложение по умолчанию. Помощник и голосовой ввод. Заходим. Вот здесь помощник приложения Google. Нажимаем и выбираем нет. Так. Выходим. Включаем. Убираем. Все, видите звонилка. И, кстати, насчет звонилки смартфон гораздо больше размерами по крайней мере ну габаритами экран чем у BV6000. И по крайней мере я большим пальцем до звонилки не дотягиваюсь никак. Мне приходится или двумя руками его брать и разблокировать. У данного смартфона есть возможность разблокирования отпечатками пальцев. Настраивается эта штука в меню безопасность. Отпечатки пальцев. Можно добавить любое количество отпечатков пальцев. При этом вам сразу же будет предложено создать графический ключ для разблокирования экрана. если до этого у вас не стояло. И можно добавить любое количество отпечатков пальцев. Вот например. Начнем. И он говорит приложить палец к сайнеру и удерживать пока не почувствуете вибрацию. После чего нужно в разных положениях несколько раз его приложить. Вот смотрите. Раз приложил. Теперь под другим углом приложил. Теперь так приложил. И вот он постепенно как бы карту отпечатка пальцев делает. и вот под всякими углами этот палец прикладываете. Все. Отпечаток добавлен. Готово. Теперь смотрите. Экран можно разблокировать не нажимая кнопку включения, а просто приложив палец. Все. Теперь попробую средний палец. Все. И что интересно. Сканер отпечатков пальцев работает при любом положении пальца. Хоть вверх ногами, хоть так, хоть сбоку. То есть он как-то отличает. независимо от положения. Теперь вот так попробую. Не надо вводить графический ключ. Сканер отпечатков пальцев срабатывает даже при заблокированном экране. Это означает, что он постоянно включен и ожидает прикосновения. Вероятнее всего сканер дополнительно все-таки жрет ресурсы батареи. Встроенная память составляет 54,1 гигабайта. А не 60, если что. Насчет GPS. Спутники не ловят в квартире, например. Как вот это в отличие от этого телефона. Данный смартфон ловит их только на улице или в машине. Но ловит очень быстро. Холодный старт составил минуты 4-5. И то не по всем источникам, а только спутники GPS. Внимание, GPS отключен. Включить сейчас. При включении GPS автоматически спрашивает система повышать точность геоданных. То есть использовать для уточнения местоположения все источники. То есть Wi-Fi, Bluetooth, он начинает все вышки сотовой связи отклонить. Только по спутникам GPS. У меня в BV6000 по-моему не так. Он у меня по умолчанию по всем источникам начинает искать. И надо вручную заходить и перенастраивать. Кнопки быстрого доступа вот эти назад, домой и настройки не подсвечиваются. Вот это мне кажется не очень круто. В темноте их вообще не видно. зато есть индикатор событий. Вот видите мигает. Настройки в меню экран если не ошибаюсь. Световой индикатор да вот здесь. Во время зарядки при разряженной батарее красный мигает. Ну и прочие настройки. Например на входящие вызовы. Вот я green цвет можно поменять. Видите цветов немного красный зеленый голубой только или вообще нет. Еще странность заметил. Если кто знает как это исправить, напишите пожалуйста в комментариях двойное нажатие на кнопку домой выключает экран. Я постоянно когда первые дни с ним пользовался не мог понять почему он блокируется. Я все думал, что рукой зажимаю кнопку что ли это включение. Оказывается двойное нажатие в любом месте хоть где вы лазите настройки там не знаю. случайно два раза нажали экран заблокировался. Не знаю может быть это круто и удобно но мне это мешает. Ну и последнее наверное из особенностей этого телефона это то что при передаче файлов по Bluetooth например на компьютер или другой смартфон нужно отключать Wi-Fi не знаю каким образом это влияет но это сто процентов мешает почему-то передаче файлов файлы в итоге не передаются то есть вроде идет процесс процесс идет и в конце выдает ошибку ну в моем случае компьютер говорит что файлы не удалось получить стоило мне выключить Wi-Fi и включить только Bluetooth на смартфоне все передача прошла благополучно странно экран здоровенный конечно у смартфона экран Full HD контрастный но естественно раз такой большой экран то даже свою батарейку в 6000 мАч он прилично жрет ну как прилично жрет заряда батареи хватило на примерно значит 2 2,5 суток смартфон прибыл на 100% заряженным и я его очень активно естественно использовал постоянно лазил в нем что-то там и видео смотрел и туда и сюда и на 2,5 суток его хватило громкость динамиков что звонка что при просмотре видео значительно тише чем вот у этого скорее всего это настроение можно громкость его настроить в инженерном меню я посмотрю как это делают на форуме и закину ссылку в описании обязательно так насчет инженерного меню чем набивать коды просто в поиске вводите в плеймаркете инженерное меню и выбирайте любую я вот эту например устанавливал так у меня уже установлено ярлык появляется и все вот вы попадаете в инженерное меню здесь тем кто не разбирается лучше вообще с вами заходить hardware testing значит раздел аудио volume и вот здесь voice ресивер спикер вот спикер я поставил 220 в общем спикер headset здесь возможно немножко увеличить самую малость set окей так ресивер по умолчанию 160 стел ладно пусть так и остается в общем где-то здесь потому что на форуме я точной информации не нашел науся на смартфоне BV6000 я вот здесь увеличил громкость и уже просто не могу вспомнить какие именно разделы я трогал да так громкость звонка например увеличивает разделе аудио плейбэк вот здесь систем верхняя строчка да и вот здесь ринг выбираете ринг и вот здесь уже настраиваете но громкость звонка у этого смартфона меня устраивает поэтому я не буду ничего делать все выходим вот так выглядит на рабочем столе от ярлык оригиналы фотографий и видео снятых на него тоже выложу на яндекс диск в описании ссылка будет скачайте как бы камера если заметили тоже покрыта каким-то покрытием голубоватым переливающимся прикольный смартфон довольно тяжелый и увесистый по весу точно не уступает BV6000 по габаритам заметно больше одной рукой работать на нем сложно приходится вот так держать пока все теперь следующий смартфон который я ожидаю это значит BV8000 Pro если не ошибаюсь это вот как бы новое поколение смартфонов BV защищенных его я обратно заказываю на него тоже будет значит обзор тест испытания в бане и в бассейне невозможно ну или просто в луже какой-нибудь поэтому подписывайтесь дальше будем изучать посылки с Алиэкспресс всем пока с Алиэкспресс Продолжение следует...